Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в литературной гостиной музыкальная программа. Ее можно назвать строчкой «Вы пришли под звуки лютни». Наш гость – музыкант Олег Юрьевич Киселев, артист Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский», член Российского союза профессиональных литераторов, поэт, бард, автор цикла «Песен на стихиях». На стихи поэтов Серебряного века и на стихи ульяновских авторов многогранная творческая личность. И сегодня он представит нам редкий инструмент «Вы услышите лютню». Итак, у нас в гостях Олег Киселев. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу об этом очень редком в России инструменте. Называется он «Лютня». Но сначала познакомимся. Зовут меня Олег Киселев. Я работаю альтистом в симфоническом оркестре нашем. Ну и это, наверное, мое одно из последних увлечений. Ну, если совсем коротко, то как я познакомился с этим инструментом, то можно сказать, что первое знакомство было, как у многих тех, кто увлекается у нас в России, «Лютней». Это было знакомство с пластинкой Владимира Лавилова, которая вышла с начала 70-х годов, «Лютня музыка». И на этой пластинке он записал, в частности, одно произведение, которое позже стало очень популярным. Ну и вот, наверное, это произведение и эта пластинка сыграла ключевую роль в увлечении данным инструментом. Потом я периодически как бы возвращался к старинной музыке, к старинным ансамблям, уже когда учился в консерватории. Но связан был в основном с гитарой. Сочинял песни свои под гитару, занимался авторской песней. Но про «Лютню» как бы не забывало, она меня интересовала. И реальная возможность приобрести инструмент и заняться уже втлотную возникла в 2014 году. Помог мне мой сын. Он меня познакомил со своей бывшей сокурсницей, когда он учился в Москве в Академии Маймонида, Мариной Беловой, и своим педагогом Андреем Чернышевым по Академии. И они помогли мне и приобрести инструмент, и получить какие-то первые навыки. Каждый год у них летом проходит тут лютневая школа в Муроме. И каждый год, по возможности, я езжу на эту школу для того, чтобы что-то получить новое. Ну вот коротко о том, как я как бы пришел к этому инструменту. Теперь я сыграю ту самую канцону Владимира Лавилова, которую все знают больше как «Город золотой», поскольку Анри Волхонский сочинил текст к этой канцоне. И сначала я исполню ее так, как она звучит на пластинке у Владимира Лавилова, а потом с текстом. Но с текстом получилась забавная история. Когда была с концертом в Казани Елена Камбарова, она пела эту канцону, как раз вот текст Анри Волхонского. Но я его, естественно, не запомнил, а петь тоже бы хотелось данную канцону на поэтический какой-то текст. И я сочинил свой. Так появился вот этот вот текст, который я спою после того, как вот сыграю канцону в том виде, в котором она записана в пластинке. Итак, канцона Владимир Лавилов из «Сюиты для людьми». Казани Елена Камбарова 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 теперь конкретно данном инструменте у меня в руках ренессансная десятихронная лютня вообще людня произошла от один одна из версий что она произошла от арабского уда и стала популярной в конце 14 начале 15 и особенно в 16 веке так вот этот инструмент этот как раз инструмент 16 века называется он ренессансная лютня потому что понятно что он получил популярность в эпоху ренессанса и для него писал музыку в том числе и франческо де милана вот данную концовну которую я исполнил владимир вавилова как раз владимир вавилов приписал франческо де милана для того чтобы просто сделать эту запись чтобы записать пластинку поскольку если бы он все композиции а все композиции на этой пластинке написал именно он за исключением зеленых рукавов испанья лет и иначе бы он просто не записал бы эту пластинку потому что он тогда были такие условия что он не был членом союза композиторов и вряд ли эта запись была бы возможна если бы он не отдал авторство старинным композиторам о чем он совершенно не сожалел и со слов своей дочери со слов его дочери ему не важно было будет ли стоять под этой музыкой его его фамилия владимира вавилова ему важно было чтобы эта музыка звучала и исполнялась вернемся теперь к ренессансной людьми я сейчас сыграю произведение николя валле он как раз писал именно для такого инструмента и от него сохранилось нам два тома сборника секрет мусс который написано специального для ренессансной людьми чекона николя в альбе а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Помимо того, что я увлекался авторской песней, увлекаюсь лютней, я еще пишу стихи. И вот лютня сказалась и на этом моем увлечении. И есть у меня ряд стихотворений, которые написаны в так называемых твердых формах, то есть в тех формах, которые были популярны в Провансе в то время, в XII-XIII веке, когда складывался там культ прекрасной дамы. Собственно, песня Геонда Машо – это как раз признание прекрасной дамы. Причем дама должна была быть очень неприступной, испытывать своего рыцаря, который поклонился ей, который обещал, который выбрал ее своей дамой сердце. А рыцарь через эти все испытания, вплоть до того, что она могла послать его в крестовый поход для того, чтобы он прославил себя во имя Христа, рыцарь таким образом нравственно совершенствовался. И нравственное совершенство, оно было поставлено как бы во главу угла. Возвращаемся к твердым формам. Я прочту раздейственские триолеты. Обряда таинства вершится, Что брен мягким воском тает, А боль в сиянье вырастает. Обряда таинства вершится, Все сбудется, Что только снится, О чем уже давно мечтаю. Обряда таинства вершится, Что бренно мягким воском тает. В этот вечер на крыльях рождественской вьюги Возвращаюсь в мой город, Где вечер и весна. Снова верю, что жизнь не бывает грустна. В этот вечер на крыльях рождественской вьюги Через полночи вспять к детским солнечным снам. Снова сказочно милые лица и звуки. В этот вечер на крыльях рождественской вьюги Возвращаюсь и мой город, Где вечер и весна. Треолит, посвященный моему городу, Где я родился, Это маленький городок в Удмуртии, Называется он Сараб. Мой маленький город оснежен, опушен, В дремотной тиши зачарованных снов, Отдохновением поеда о снов. Мой маленький город оснежен, опушен, Блаженно печален, как лик сквозь покров, Не скушен, провинциально воздушен. Мой маленький город оснежен, опушен, В дремотной тиши зачарованных снов. И еще мне хотелось бы показать вам Две пьески, которые тоже написаны Для ренессансной людни. Вернемся к музыке. Одна из них – пьеса Джона Доулинда, Название которой можно перевести Просто как «Пустячок». Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вторая пьеска – Прелюдия Николя Вольве Из того же сборника «Секреты Мус». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok